Всем привет! С вами Ксюша и World Fashion News. Мы начинаем! Ну что, кажется, наступила зима. Самое время поговорить о самых теплых и практичных тенденциях этого года. Шутить про тренд на шерстяные маски не будем, не переживайте. Начнем с моды на стеганые вещи. На улицах пока такие встречаются не так часто, поэтому если вы любите выделяться, это прекрасный вариант. Стеганой может быть любая часть гардероба, не только пальто. Эффектнее всего смотрятся сумки и юбки. Если вы любите более строгий и яркий стиль, то, возможно, вам подойдет классическое двубортное пальто с яркими золотыми пуговицами. Ищите вдохновение в прошлом. Ну или в мужском гардеробе. Одна из главных вещей зимы, по мнению стилистов, это строгое мужское серое пальто. Оно поможет одновременно подчеркнуть и хрупкость женской фигуры, и решительный настрой. Трикотажные платья никогда не выходят из моды. Меняются только их формы. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить свободные модели из плотного трикотажа с длинным рукавом. Настоятельно рекомендуем примерить трикотажные топы бандо. Тренд так полюбился всем, что, скорее всего, скоро выйдет из моды. Успевайте, пока это еще актуально. Если выберите платье для новогодних праздников, то тут все без изменений. Чем больше пайеток, тем лучше. Особенно эффектно смотрятся однотонные пайеточные платья-статуи. World Fashion News Тенденции меняются не только в области фэшн. Бьюти-индустрия продолжает исследование и представляет новое открытие в области ухода за собой. Чтобы получше разобраться в самом актуальном, важном и интересном, на днях в Москве организовали бьюти-паблик-ток. Пересказываем для вас. Сегодня у нас первый бьюти-паблик-ток от Реви. И мы сегодня хотим поделиться об уникальности наших препаратов. Рассказать людям, что такая процедура биоревитализации, что это не страшно. Поделиться лайфхаками от спикеров, как сохранить молодость и здоровье кожи, и радость жизни. Моя часть лекции посвящена очень интересному процессу, который происходит в организме на постоянной, скажем так, основе. Это аутофагия. Мне кажется, что это такой глобальный праздник красоты. Во-первых, я вижу здесь всех своих друзей. Это ведущие самые крутые специалисты, экстра-класс в области бьюти-индустрии, красоты. Сегодня я расскажу, каким образом биоревитализант Реви, биорепарант, даже можно его назвать, влияет на улучшение качества кожи и решение проблем с пигментацией пациентов с мелазмой. Инициаторов того, чтобы сделать женщину красивой, нужно всегда поддерживать. Самое главное – красивая атмосфера, очень красивый ресторан. Одна панорама, чего стоит. Поэтому, мне кажется, мы сегодня проведем прекрасный бранч. Главное, мы хотим показать обычным женщинам, которые далеки от врачебной практики, все-таки, что уколы – это не больно. От уколов у тебя там не поплывет лицо или не будет одутловатое лицо. Чтобы девушки ухаживали за собой и не боялись. Паблик-ток – это вообще всегда такой интересный формат мероприятия. Что касается в целом мероприятия, которые устраивает компания CLS, они всегда на высочайшем уровне, и мы всегда с удовольствием принимаем в них участие. Спотифай уже готов к Новому году. На днях сервис подвел итоги, назвал самые прослушиваемые треки 2020 года. Мы решили не отставать. Создали собственный свежий топ-лист. Но не песен, а клипов. На объективность не претендуем. Начнем с самого свежего и очень ностальгического. В конце ноября «Федук» и «Крем Сода» выпустили экспериментальный альбом «Яй». А сейчас в рамках этого альбома выпустили клип «ВХС-стилистики». Он точно ненавязчиво передает эстетику ушедшей эпохи. Многие называют его короткометражным фильмом, но так или иначе, это очень удачный и атмосферный эксперимент. Долгожданный клип вышел и у директора «Всего». В этот раз артист работал с новым бизнес-партнером Машей Миногаровой. По сюжету директор «Всего» увольняет своего водителя за опоздание и, чтобы везде успеть, решает воспользоваться каршерингом. По пути он решает множество вопросов, просматривает документы, проводит совещания и подписывает важные контракты. В общем, клип демонстрирует постоянное движение и непоколебимое спокойствие директора «Всего». Более традиционный клип представил немецкий диджей и продюсер Соломун. Съемки музыкального видео проходили в Гамбурге, на улице, которая раньше была центром притяжения всех ночных вечеринок. На сегодняшний день все вокруг затихло. Именно этому чувству опустошения и одиночества посвящен клип на песню «Ночное создание». Главную роль в клипе исполнила актриса Мерседес Мюллер, а в качестве режиссера выступил Фатих Акин. Более теплую, добрую и ламповую атмосферу продемонстрировал в своем клипе французский диджей Петит Бисквит. Он рассказал историю любовных отношений между двумя подростками, которые вынуждены скрывать свои чувства, чтобы не испортить отношения с общими друзьями. Горячо полюбившийся всем странам в этом году Гарри Стайлс выпустил долгожданный клип на трек своего последнего студийного альбома. Он радует глаз прекрасной картинкой. В ролике артист в одиночку бегает по шоссе, катается на автомобиле, танцует на проезжей части и плещется в море. Ну красота же! А носимся и монеточка выпустили клип на песню «Живи без остатка». Несложно догадаться, что посвящен он проблемам перепотребления. В нем артисты оказались в выдуманном мире, который по факту является гипертрофированным отражением настоящего. Говорящий клип выпустил и фонд «Подари жизнь» на песню «Земфиры хочешь». Он посвящен детям, борющимся с онкологией. По сюжету дети бегут через темный лес и преодолевают сложные препятствия, которые символизируют трудный процесс лечения. Все дети бегут домой к счастливой жизни с родителями и друзьями. Ну а лучший клип – это клип с загадком, который как бы есть, но его нет. Видимо, так считает фараон. Он снял клип, но выпускать его не будет. Остается любоваться кадрами. На этом у меня все. Смотрите World Fashion News и будьте в курсе самых актуальных и модных событий.